Курс евро в понедельник впервые с конца мая превысил отметку в 70 рублей. Во второй половине дня на бирже европейская валюта вовсе торговалась выше 72 рублей, а доллар выше 68. Итоговый же курс Центробанка на вторник закрепил падение российской валюты почти на 2%, евро 70-62, доллар почти 66,5 рублей. Ослабление рубля началось еще в пятницу на фоне девятого пакета санкций Евросоюза. Тем не менее, Банк России тогда сохранил ключевую ставку на прежнем уровне 7,5%. Сегодня доллар и евро укреплялись против рубля уже шестую торговую сессию подряд. Мосбиржа сегодня тоже открылась с падением. Ее индекс упал почти на проценты, а индекс РТС на 4%. Блумберг прогнозирует сокращение индекса Мосбиржи на 44% по итогам года. Это максимум после финансового кризиса 2008-го. Все это сейчас обсудим. К нашему эфиру присоединяется кандидат экономических наук, доцент Ранхикс Николай Кульбака. Добрый вечер. Добрый вечер. С чем стоит связывать сегодняшнее падение рубля? Это вот та самая нормализация курса, что ли, если учитывать, что несколько месяцев он искусственный, как говорят эксперты? Ну, во-первых, я бы не стал его называть искусственным. Все-таки он отчасти рыночный. И, конечно, здесь понятно, что это, скорее всего, реакция на потенциальное снижение российского экспорта, точнее, поступление денег от этого экспорта. То есть, если действительно долларов и евро станет в России меньше, то цена на них должна, по идее, вырасти. То есть, здесь, с одной стороны, ничего удивительного, в общем-то, нет. С другой стороны, пока по коротким таким изменениям, по таким коротким промежуткам времени говорить о каких-то серьезных тенденциях не приходится, потому что, в общем, рынки сейчас достаточно волатильны, и, в общем, мы можем видеть потом какие-то другие коррекции, какие-то другие реакции на другие действия. Поэтому я бы сейчас однозначно прогнозировать дальнейшую динамику курса доллара к рублю по этим дням, я бы не стал. Николай, страны Европы договорились о потолке цен на газ, и нефтегазовые доходы, если верить отчетам, уже начали падать еще в ноябре. Газпром получил только половину от обычной ноябрьской выручки своей, и теперь еще и введен потолок цен на нефть. Как это отразится на ВВП России, а главное, как почувствуют на себе это россияне, и как скоро? Ну, смотрите, с точки зрения ВВП падение будет небольшим, ну, сравнительно небольшим, добавит, наверное, 1-2% падения. В общем, с точки зрения того, как это отскажется на россиянах, здесь ситуация немножко хуже, потому что фактически это будет означать больший дефицит бюджета. Больший дефицит бюджета будет означать, что у нас придется меньше инвестировать и больше занимать на рынке и потенциально больше печатать денег. То есть, скорее всего, будет чуть побольше инфляции, чуть поменьше инвестиций, ну, и чуть посильнее падение экономики в 2023 году. Как общая, что ли, тревожность сейчас россиян, она еще на высоком уровне, но вот страхи о возобновлении мобилизации влияют на экономику, наверное, покупательская способность снижается? Ну, покупательская способность, конечно, сейчас стала ниже. То есть, понятно, что люди стали меньше покупать, в магазинах людей стало меньше. То есть, в принципе, здесь на самом деле я бы не стал это списывать только на тревожность. Здесь, скорее, идет одновременно еще и падение доходов населения. Это, во-первых. Ну, и кроме того, еще не надо забывать, что довольно приличная часть людей с большими доходами уехала из страны, и поэтому тоже этих денег на рынке меньше стало. Поэтому здесь будет комплексное такое влияние всех этих факторов, и да, конечно, спрос это не прибавит. Что ж, большое спасибо. Это были экономические прогнозы от доцентра Ранхикс Николая Кульбаки. Спасибо. 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 Спасибо.